приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поговорим о опасных подарках как их распознать а также какие подарки ни в коем случае не стоит брать в том числе у ваших врагов и недоброжелателей давайте далее все более подробно если проанализировать слово подарок то он будет ассоциироваться с чем-то интересным воодушевляющим и конечно же заманчивым в роз взрослые люди большинстве любят подарки не меньше чем дети и также радуются им но стараются при этом скрывать эмоции и принимать его как что-то обыденное подарок большинстве случаев приносит только положительные эмоции но в данном случае большое значение имеет то от кого же мы его подарили если люди от которых хочется принимать подарки а есть люди от которых мы принимаем подарки с большим удовольствием и уважением но к сожалению есть и люди от которых ничего не хочется брать и в данном случае было бы лучше если бы они не приносили подарок порой у нас такими людьми ничего не происходит мы не ругались с ними не выясняли отношения просто наше внутреннее чутье подсказывает что стоит поберечься что энергетика у такого человека насквозь пропитана негативом и злостью но ни для кого не секрет что все вещи и предметы с которыми человек соприкасается в своей жизни и не имеет значения он прикасается к ним разово держит на протяжении какого-то времени в руках или же эта вещь предмет ранее ему принадлежали напитываются его энергетикой вот и в данном случае такой подарок выбирает в себя негатив а мы сами того не подозревая на подсознательном уровне это ощущаем и не желая принимать этот негатив свою жизнь противимся ему многие люди стараются подавить такие ощущения оправдывает данного человека что он же принес подарок он же выбирал его покупал значит он и не желает зла просто это чувство неприязни играет такую роль но такие мысли неправильные данный человек ошибаясь принимает такой подарок без опасений приносит его домой оставляет а через время с ним начинают происходить какие-то неприятные события а он уже не связывает их с этим подарком из-за чего и тратит очень ценное время позволяет данному негативу оказывать на себя губительное влияние разрушая энергетику и меняя жизнь не в наилучшем направлении поэтому если вы что-то ощущаете вам что-то не нравится что-то вас тревожит научитесь прислушиваться к себе доверять своим внутренним чувством такая привычка вас от многого сможет уберечь помочь обойти неприятности беды и злых людей которых вы еще не распознали но уже чувствуете на энергетическом уровне их присутствие возле себя когда вы принимаете подарок и вы чувствуете что от него веет холодом или же в этот момент по вашему телу пробегает дрожь так и знаете что данный подарок напитан негативом который направлен на то чтобы у вас начался нехороший жизненный этап на то чтобы у вас что-то отобрать привлечь беды разрушить то что вы на протяжении долгого периода времени строили добивались на такой подарок может быть наложена порча особенно это касается таких предметов как зеркало игрушки ручной работы свечи нижнее или постельное белье если же вы берете подарок в руки и в этот момент вы ощущаете пронизывающий страх это укажет вам на то что этот подарок проклят и вы всем своим энергетическим биополем это ощутили начиная принимать данный разрушительный негатив который очень сильный и способен начинать действовать моментально а такого подарка лучше сразу отказаться даже если вы и обидите того кто вам его принес не стоит бояться это сделать ведь человек не побоялся целенаправленно вредить вам большинстве случаев проклятие накладывают на подарки с которыми человек будет часто взаимодействовать или же вообще практически не снимать это может быть и цепочка кольцо в таких случаях эта энергия запускается беспрерывное русло и жизнь человека в очень короткий срок переворачивается с ног на голову на часы и в таком случае будут проблемы со здоровьем преследовать данного человека но и что-то для волос например это может быть гребешок украшения шапка в данном случае перекроется сильный энергетический канал и светлой энергии перестанут поступать в жизнь данного человека а вот негатив он будет подбирать отовсюду из-за чего депрессия беды будут приумножаться и накапливаться его жизни если же по какой-то причине вы все-таки решили принять такой подарок вам нужно сразу же поджечь тоненькую восковую свечу капнуть на него воском и при этом проговорить такие слова воском проклятие запечатываю она не распространится на мне не отобразится затем вокруг данного подарка сделайте круг из соли проговаривая такие слова соль негатив из данной вещи вытяни ее очисти пусть тот посыл что в нее вложили уйдет эти помыслы что мне она передала с собой заберет так она должна будет пролежать не менее трех часов после чего решите что с делать соль ни в коем случае нельзя трогать голыми руками соберите бумагой либо же в резиновой перчаткой и смойте в канализацию а перчатки вынесите из дома и выбросите если вы его перепродадите он утратит какое-либо к вам отношение и вам не о чем будет переживать а тому кто его купит он уже не принесет вреда так как данное действие сделано не на этого человека сдадите в ломбард если это украшение отдайте одну любую купюру нуждающемуся человеку с тех денег которые за него получите таким образом вы уже потеряете с ним связь а вот если решите оставить тогда проведите в пятницу в полночь сильную энергетическую чистку для которой вам понадобится черный перец бадьян и две веточки полыни первым делом на данную вещь насыпьте черный перец после чего струсите его в окно и скажите такие слова все зло прочь этот перец унесет вещь далее проговорите что именно от него очистит затем подожгите бадьян и сделайте вокруг этой вещи семь кругов проговаривая такие слова это вещи больше негатив не излучает энергетической чистотой сияет больше тот кто ее проклят проклял это сделать не сумеет в таком случае силу свою потеряет негатив в берет и страх ночи обретет затем после того как проговорите данные слова бадьян не выкидывайте его нужно будет занести и оставить возле дома того человека который преподнес вам данный подарок чтобы находиться под защитой от его дальнейших действий ну и последним этапом возьмите веточки полыни подожгите и окурите ними данный подарок проговаривает такие слова только светлой энергии данную вещь наделяют мне помогают от всего плохого оберегают а хорошие приумножают буду эту вещь надевать счастье привлекать так данная вещь более не будет оказывать на вас негативное влияние а наоборот начнет помогать вам или притягивать нужной энергии веточки полыни вынесите на улицу и выбросите на природе часто самыми опасными людьми способными причинить вред и подарить подарок с негативом оказываются люди которых мы считаем близкими родными людьми и от которых не ожидаем такого поступка это может быть подруга которая например завидует внешности тому что у вас есть вторая половинка есть крепкая семья а ей по какой-то причине так не повезло как вам и она не желает найти данную причину так как для этого нужно пересмотреть все ли она делает правильно и возможно начать что-то менять в себе и это непростой труд ей проще всего найти того кого она скрыто будет ненавидеть и в этом во всем обвинять то есть вас такие люди часто знают себя секреты знают слабые стороны им не составляет труда подарить заговоренный подарок а затем наблюдать со стороны как жизни того кому он преподнесет будет рушиться и радоваться этому но данный человек настолько зол что он не осознает что от того что у вас все станет плохо у него то ничего не наладится так как главной целью я именно является причинение вам вреда после такого подарка на протяжении некоторого промежутка времени вашей жизни начнет происходить то на что жалелось вам ваша подруга семье и отношениях начнут происходить ссоры скандалы при этом все это будет возникать на ровном месте и там где ранее ничего подобного не происходило муж может таком случае увлечься даже именно той подругой которая была вхожа в ваш дом и от которой вы получили такой вот подарок поэтому вам нужно продать такой подарок а деньги отдать на благотворительность проговаривая при этом пять раз такие слова отношения свои сохраняю их от разлучницы уберегаю прочь из нашей жизни уходи свой негатив с собой собери если еще в дом наш войдешь разрушительный негатив в нем обретешь так данный человек придя к вам будут чувствовать себя разбито у нее могут начать происходить проблемы со здоровьем а когда будут думать о чем-то плохом что касается вас сразу и жизнь будут наполняться неприятности что ее сильно напугает и вы знаете на со временем будет стараться держаться от вас как можно подальше также может начать портиться внешность если кто-то из ваших друзей постоянно повторял что вас прекрасная кожа или же шикарные волосы а данному человеку так не повезло и в какой-то момент у вас начинают сыпаться волосы появляться прыщи кожные изъяны так и знаете что именно данный человек преподнес вам такой подарок и вам нужно срочно его вернуть в данном случае не очищать и когда будете возвращать трижды проговорите такие слова ты негатив мой дом принесла я его собрала порог свой переступила тебе его возвращаю и ашу ощутить твои помыслы на себе желаю после этого у вас с данным человеком испортятся отношения но это вы знаете и к лучшему так как не стоит продолжать общение с людьми которые только и думают как испортить вам жизнь придя домой обязательно трижды умойтесь затем примите душ выпейте чай с ромашкой и при этом проговорите такие слова внешность моя вернись возобновись ромашка порчу сними энергетическое поле укрепи очень скоро все восстановится и вы будете вспоминать об этом как о страшном сне если вы знаете что вас человеком по какой-то причине напряженные отношения это родственник который постоянно от вас что-то требует или к же коллега который приди претендовала на должность которая досталась именно вам возможно завис не который всячески старается вас подставить перед руководителем или повседневной жизни перед окружающими людьми или общими знакомыми а в один день приносит вам подарок и порой даже не приуроченный какому-то празднику здесь воздержитесь от принятия такого подарка от этого человека даже если вы увидите что это что-то красивое или то что возможно вам бы хотелось иметь это подарок с подвохом а так вы убережетесь от ненужных проблем и как результат последствий которые кроме вреда ничего вам не принесут такие люди не могут измениться помните об этом они могут только подстроиться под новый жизненный этап и поджидать свой момент влияя на вашу жизнь не самым наилучшим образом со стороны если кто-то из родных с кем у вас хорошее отношение принес вам подарок и после того как вы его приняли вы почувствовали себя не хорошо например у вас разболелась голова появилась сонливость такое может быть в том случае когда возможно человек покупал его в плохом настроении не потому что желает вам зла потому что у него что-то произошло нужно если этот подарок можно помыть под проточной водой и при этом нужно сказать такие слова если какой-то негатив к этому подарку прицепился вода его унеси а своей живой силой надели чтобы мне помогал сильной энергией наделял так вы больше не будете иметь неприятные ощущения если подарок нельзя очистить с помощью воды используйте для этого соль посыпьте на него сверху 3 щепоточки соли крупными кристаллами и при этом скажите такие слова соль плохие эмоции говорите с чего собирает им влиять на меня не позволяет затем данную соль смойте под проточной водой и больше этот подарок не вызовет у вас дискомфорт если у вас прекрасная жизнь все за что вы берете с легкостью получается и вы имеете свой бизнес возглавляете прибыльную компанию и не знаете проблем с деньгами а дом наполняет изобилие но после того как вам преподносит подарок человеку которого что-то было плохо например без денежья его преследовала он не мог найти работы на следующий день вы с ним меняетесь местами вас начинаются денежные проблемы а у него наоборот более их нет или же у вас проблемы на работе а ему делать прекрасное предложение по работе о котором еще вчера и речи не шло так и знаете что вам преподнесли подарок который украл у вас то чего не хватало данному человеку и он очень опасен так как теперь чем хуже будут обстоять дела у вас тем лучше они будут становиться у этого человека от таких вещей не получится просто избавиться вам нужно провести сильную энергетическую чистку которая поможет вернуть вам свои энергии и и свою жизнь при в прежнее русло для этого вам понадобится зеркалица купленная в этот день кусочек ткани 2 щепоточки соли и 3 свечи желтого цвета свечи на полу разместите в форме треугольника но так чтобы вы с легкостью могли разместиться внутри затем насыпьте в его центр можно на белый лист бумаги 2 щепоточки соли после чего возьмите зеркало зайдите в треугольник подожгите свечи по часовой стрелке встаньте ногами на соль после чего топчитесь по ней и в этот момент смотрите на себя в зеркало и проговаривайте такие слова зеркало все на свои места вернуть помоги того кого жизнь мою украл накажи пусть все мое ко мне вернется и жизнь прежняя начнется когда закончите зеркало заверните в ткань не смотрите в него его нужно будет вынести подальше от дома и выбросить свечам дать догореть после чего огарки выкинуть от подарка избавиться сжечь или перепродать в течение трех дней все начнет налаживаться ваши проблемы начнут уходить и очень скоро к вам вернется прежняя жизнь а к вашему недоброжелателю его все то что он вам желал впредь держитесь от этого человека никогда не берите ничего из его рук друзья прямо сейчас ставьте лайк а в комментарии напишите просто слово защита пусть вселенная защищает и берегает вас друзья кто спрошу как можно нас отблагодарить вы можете отправить донат ссылка есть в описании видео так и написано с благо благодарность можно отправить по ссылке любая сумма друзей нам будет очень очень приятно но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна это следующее рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам благ